Добрый день, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о функции ВПР, точнее о тонкостях ее использования. Поэтому, если вы не смотрели предыдущие два ролика, посмотрите, они будут в описании. Итак, погнали! Первое, что нам необходимо сделать, это определить этапы проекта по датам, которые находятся у нас внизу. Так как мы с вами привыкли использовать тип сопоставления критерий 0, да, в данном случае он будет неуместен, потому что нам нужно найти приближенные значения к данной дате и взять именно меньшие. При этом, главным условием должно быть то, чтобы даты должны быть отсортированы в порядке возрастания, то есть от старой даты к новой дате. Итак, напишем нашу функцию ВПР. Здесь можно нажать Shift F3, да, перейти в аргументы функции, далее выбрать искомое значение, это у нас дата, таблица поиска, в данном случае это диапазон C11D25, закрепляем, номер столбца 2 и, соответственно, тип сопоставления единица. Окей. Теперь давайте растянем вниз и посмотрим, как это работает. То есть у нас функция берет значение 24 07, находит приближенное значение 23, да, это максимально приближенное к данной дате, и, соответственно, подтягивает сюда. Данный аргумент используется в двух случаях. Первый случай мы с вами рассмотрели, это когда для аргумента поиска у нас берется дата, а второй случай это когда у нас для аргумента поиска берется число. Нам необходимо определить этап проекта, да, в зависимости от счета от нашего бригадира, то есть насколько выполнена работа. Если работа выполнена на 7%, значит смотрим результат. То есть мы опять выбираем ВПР, искомое значение 7%, таблица для поиска в данном случае. Тут это F4, номер столбца 2 и тип сопоставления единиц. Растягиваем вниз и видим результат. То есть обратите внимание, да, что у нас приближение идет к наименьшему числу процентов. Также иногда бывают данные с таблицей с ценой, и чтобы эти данные по цене никто не видел, можно сделать следующую хитрость. То есть мы можем здесь прямо в строке нажать F9, у нас также это все будет работать, да, при протяжке вниз и вправо. Или же записать данные значения в именованный диапазон. То есть один из вариантов. Обратите внимание, что у нас, видите, как они группируются. У нас сначала идет первый столбец, затем идет второй. Соответственно 0,6-0,4 это проценты. Теперь поставьте видео на паузу, напишите комментарий с одним из этих ключевых слов. Это функция ВПР в Excel, формула ВПР и ВПР-пример. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Спасибо большое. Идем дальше. Нам необходимо перенести данные из базы в этот лист. То есть у нас есть база, да, соответственно из базы мы переносим значения по этим данным в наш лист. Уделяем данные для переноса. В данном случае нам будет достаточно сделать вот так. Называем это база. Enter. После чего мы заходим в нашу таблицу и пишем функцию ВПР. ВПР. Далее искомое значение нам необходимо закрепить по столбцу. То есть когда доллар стоит перед столбцом, чтобы при протяжке вниз значения поиска не менялись. Далее выбираем база. После чего нам необходимо, мы знаем, что порядок столбцов у нас такой же, как и там. Теперь нам необходимо привязаться к столбцу. Мы, значит, берем столбец. Функция, которая возвращает столбец. Нажимаем В6 и тип сопоставления ставим 0. Ок. Таким образом у нас получаются функции, которые при протяжке вниз и вправо сбиваться не будет. Соответственно, маржа и наценка у нас должна быть в процентах. Отлично. После чего нам необходимо сделать точную такую же таблицу, только теперь у нас столбцы уже идут не подряд. Обратите на это внимание. Для этого мы используем также функцию ВПР. Далее искомое значение. В данном случае это у нас также остается В24. Мы фиксируем его. Таблица для поиска. Это база. И, соответственно, далее это у нас номер столбца, который у нас будет определяться. Функция поиск позиции у нас находит значение столбца в таблице данных. Пишем поиск позиции. Далее указываем искомое значение, фиксируем его по строке. После чего заходим в задачу база. И с первой ячейки, обратите внимание, выделяем по ячейку G2. Фиксируем этот диапазон F4. И тип сопоставления, соответственно, ставим 0. И для функции ВПР, тип сопоставления, ставим 0, нажимаем Enter. У нас также подтягиваются данные. Растягиваем вниз. Растягиваем вправо. Видим результат. Да, то есть результат у нас получился идентичный результату сверху. Также маржу и наценку мы переводим в проценты для удобства отображения на листе. Задача 4 заключается разобраться, в чем ошибки во время переноса данной функции. То есть мы также можем написать функцию ВПР. И давайте посмотрим, какие ошибки у нас могут возникнуть в результате этого. То есть клееный брус. Да, та же самая база. В которой буквально 5 минут все работало. Дальше номер столбца мы указываем в столбец 2. И тип сопоставления, соответственно, ставим 0. В8 фиксируем по столбцу. Так, тут все у нас отлично. Да, соответственно, получаются индехи. Из-за чего такое может получиться. Да, то есть по всей длине у нас получились индешки. Такое обычно бывает, когда у нас критерий поиска не соответствует в таблице поиска до значению слева. То есть, хотя в предыдущем примере все работало. В данном случае это у нас несоответствие букв. Первое, что нам необходимо проверить, это выбрать какой-нибудь английский свет, шрифт, допустим, такой. Да, и мы сразу видим английские буквы. В данном случае у нас здесь буква О. Видим английское. Дальше мы видим букву О и видим здесь букву С. То есть, соответственно, чтобы это быстро ликвидировалось, нажимаем Ctrl-H. Пишем английскую О, меняем ее на русскую О. Нажимаем заменить все. И, соответственно, пишем английскую S, меняем ее на русскую. Проблема устранена. Возвращаем шрифт, который у нас был до этого, допустим. В результате формула работает. Отлично. И заключительная задача, это у нас классический пример, когда возникает ошибка. То есть, мы берем критерий поиска, выделяем, нажимаем F4. Номер столбца у нас 2. И тип сопоставления, соответственно, ставим 0. Нажимаем Enter. Получаем результат. То есть, формат данных для поиска и формат для переноса. То есть, мы домножили на единицу, тем самым перевели в формат числовой. Далее пишем второй пример, как это можно сделать. Мы выбираем WPR. Нажимаем F4. Точка с запятой 2. И, соответственно, 0. И также мы можем использовать знак двойного бинарного отрицания, который, в свою очередь, аргумент домножит на плюс единицу и минус единицу. Выглядит он вот таким вот образом. Отлично. Спасибо большое за внимание. Поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Напишите комментарий. Функция WPR в Excel. Формула WPR. И WPR-пример. Я буду очень вам признателен. До следующей среды. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok